Дорогие друзья, подписывайтесь на наши каналы на YouTube, ВКонтакте и Telegram. Фото и видео с рыбалок, фото и видео интересных мушек, статьи о нахлости, новости нахлоста и многое другое смотрите на наших каналах. Ссылки на наши каналы смотрите в описании к видео. Дорогие друзья, предлагаю вам новинку AstonFo. Вот такой он девайс. Для чего он служит? Это для сдваивания материалов, чтобы потом зажимать их в доминговой петле. В первую очередь это предназначено для CDC перьев. Берем, как говорится, наши CDC-ушки. Они, соответственно, перышки могут быть разной длины. Это такой треугольничек с прорезями. Он достаточно легкий, компактный, удобный к перевозке. И самое главное, что он подходит и удобен для разного размера перьев. То есть, какие бы у вас перья с собой не были, вам будет удобно их зажимать. То есть, вы можете взять перышко небольшое, даже совсем, да, сдвоить бородки, там, раз побольше. Подбирайте по длине, какой вам нужно. Ваши перышки подходят. Все, потом прищепочкой, ну, дальше уже по схеме отрезаем ось ножницами, да. Так и макар, вот, отрезаем. И у нас получается сдвоенные бородки, более густые, ершик такой можно сделать. И уже наматываем в даббинговую петлю, вяжем мушку. Соответственно, вот, если перышко подлиннее, можем вот здесь вот сделать. То есть, как видите, под разный размер перьев все это может подходить. Этим вот и удобно. Ну, перья не обязательно сюда можно применять CDC. Можно, например, тоже марабу, Если вам нужно для вязания там стримеров с двоей, да. Пожалуйста, взяли. Бам. Вот у вас марабушка получается. Вот. Вот. Все замечательно. Также отрезаем ось. У вас получается бородки, которые зажимаются в даббинговую петлю. И потом вы можете вязать свои стримера. Соответственно, вы можете добавлять сюда, например, какой-нибудь блеск сразу. Если вы хотите, например, Добавить какой-нибудь там Айс-дабинг какой-нибудь тоненький, да. Сразу в даббинговую петлю с марабул. Можете чуть-чуть какой-то там Или флэш какой-то тонкий. Ангел Хэр добавить, да. Можете положить чуть-чуть материала. Так же Взять Где-то у нас дырочка наша. Продавили. Так же отрезали по осте. И у вас уже, как видите, В даббинговую петлю Будет зажиматься С вашими блескучими элементами. Быстро, удобно. Самое главное, надежно в походах. Она легкая такая. Как бы, ну, Сломать ее трудно, скажем так. Ну, вот. Каких-то там Передвижениях. Даже если сплавы какие-то на байдарках. А вот то, что Размерный ряд под разные перья. Это как раз очень удобно, да. Это не ограничивается Свойство только, например, Переми. Можно, например, Вы хотите добавить Какой-то, например, Более крупный блеск. Там какие-то материалы Сдвоить, например, В даббинговой петле Вам надо Взять, например, От синель какой-нибудь Длинный волокон. Вы хотите только Не хотите всю синель наматывать, да. Потому что, если вы, например, На тело наматываете Полную синель У вас получается Как бы Ну, шаг такой Значительный, да. То есть, место занимает Чуть больше основа И Как бы Мохнатость будет такая Достаточно реденькая. Если Вы хотите использовать Вам нравятся Вот эти вот волокна По цвету подходят По фактуре Вы можете намотать Их Даббинговые петли Более плотно Прижать, как говорится И То есть, вы Даббинговую петлю Намотаете Более плотную И на меньшем участке Крючка Например, хотите Окологоловки Жабо сделать Или где-то Под крылом То есть, если Вы будете Мотать полностью синель Она будет занимать Больше места А если Вы сделаете Таким макаром Да Так же Отрезали Ниточку Потом Чуть сдвинули Как Вам будет Надо Поплотнее Там, да То есть Ну, нитка уже будет Отрезана, да Да Можем отрезать Сейчас, чтобы Наглядно было Вот Примерно Нам такое количество Надо Ну, мы хотим Где-то его Разместить Прям вот Где иголка-то Господи На локальном Каком-то таком Кусочке В даббинговой петле Да Мы зажимаем В даббинговую петлю Там еще Мы можем Ближе сдвинуть Будет уже Да То есть Если нам надо Мы можем Еще Компактнее Это, да Сдвинуть Сдвинуть Все Вот такой Ёршик Мы можем Закрепить На совсем Маленьком Участке Крючка Более густой Но Более Компактном Месте Располагаться То есть Как видите Девайс Такой Достаточно Простенький Удобный Недорогой И Позволяет Работать Не только С пирами CDC Но и Различными Даже Синтетикой Марабу То что Вам захотелось Ну Подкупает Конечно То что Под разные Размерчики Быстро Удобно Она туда Раз Материал Ликерка Проваливается Зажали Все Компактно Делал Такие Самодельные Варианты Из Пенки Какой-то Там Прочной Да Там Из пенки Куски Такие Из поролона Есть Один Маленький Нюанс У них Минус Скажем Так Когда Вы Проваливаете В щели Прорези Такие Просто Делал На уголке Там Бывает То Кончик Оторвется То Это Они Которые У них Плотность И Не Такая Скользкость То есть Материал Какой-то В них Ввязнет Немножко И Не Всегда Там Ровно Проваливается Для Какой-то Нитки Или Лески Чтобы До Конца Туда Пропихнуть Поглубже Или Что-то В этом Роде На Пластике Получается Довольно Удобно Они Ну Такой Скользкий Это Самое То есть Он Туда Раз Пропихивается Легко Ну И Соответственно Если У вас Какие-то Перья Там Или Синтетика Вы Пользуетесь Что-то Там Не Пролазить Щелку Всегда Можете Взять Какую-нибудь Шкурку Подточить Под Вашу Толщину Перев Там Ости Или Что-то Еще То есть Пластик Легко Обрабатывается Можно Довести До себя Такой Девайс Какой Вам Нужно